В преддверии 23 февраля глава Дмитрий Волошин встретился с родными и близкими химкинских военнослужащих. Пока герои выполняют боевые задачи на СВО, заботу об их семьях взяла на себя администрация. В Химках всецело поддерживают бойцов специальной военной операции. Округ регулярно отправляет за ленту новые партии гуманитарного груза. Желающих поддержать солдат сегодня так много, что одной машины для перевозки груза не хватает. У нас очень много жителей неравнодушных, помогают уже из регионов. Мы вышли за пределы Московской области, уже Воронеж подключился, поэтому везем много. Жена мобилизованного и по совместительству основатель волонтерского движения «Ангела фронта» Мария Постольникова попросила главу Дмитрия Волошина обеспечить им дополнительный транспорт. Бывают такие ситуации, что одной машины не хватает. Можно мне две машины вместе спросить у вас? Будем стараться, обещаю. Спасибо. Помогают бойцам и те, кто трудится в тылу. По мнению депутата Ирины Родниной, в этом и есть единство одной большой страны. Мы вот говорим о наших волонтерах, какую работу они проделывают большую, наше старшее поколение. Бабушки просто вяжут и теплые вещи, и сети. И как работают наши все предприятия. Наверное, каждый сегодня себе может сказать, что работая в этом направлении, он себя чувствует защитником Отечества. С начала СВО жители округа собрали и отправили более 200 тонн гуманитарной помощи. Также продолжает работу Центр поддержки участников СВО и их семей. Там рассказывают о положенных льготах, помогают оформить путевки в детские сады без очереди или в спортивные секции. Оказывают психологическую поддержку. Андрей Липанов, Руслан Сафин. Новости Химки ТВ.